Чумовые карты просто, карты просто чума, ребят, карты просто чума. Всем привет, приветствую вас на моем канале, за микрофоном как-то, а плагиат, и добро пожаловать в очередную часть обзора новых карт дополнения под названием Титаны. И сегодня мы с вами взглянем на большой объем нейтралок новых, а также на новую механику, которую добавляют для Death Knight, то есть для Рыстрия Смерти, последнего класса, если вы еще не в курсе, да-да-да, новая механика называется механика чумы. Вы прекрасно понимаете, что здесь идет отсылка к Варкрафту, к тому, как все завертелось, закружилось, как там это зерно бедное заразили, но не будем терять ни минуты, если обзор вам понравится и кажется полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, раз за микрофоном как-то, плагиат, и давайте посмотрим, что же там такое чумовое, завезут с новым дополнением, поехали. Итак, первая карта это Посох Примаса, это новая пушка на ДК за 1 ману 1.3 обычка с двумя рунами нечестивости, когда ваш герой атакует, замешивает карту чумы в колоду противника. Пора выучить, что такое карта чумы. Кровавая чума, нечестивая чума и леденящая чума существует. Кровавая при взятии вы получаете 2 урона, ваш противник восстанавливает 2 единицы здоровья. Нечестивая чума... Что с дикцией? Нечестивая чума при взятии вы получаете 2 единицы урона, ваш противник призывает 2-2 нежить и леденящая при взятии вы получаете 2 урона. Ваша следующая карта стоит на 1 единицу урона больше, вплоть до 10. То есть 11 леденящая чума вам сделать карту не может, что как бы расстраивает ДК должны уметь. Все. Посох примаса это карта-движок для нового архетипа, которые попытаются, попытаются по крайней мере, навязать ДК на нечестивости, чтобы они играли вот эти вот карты с чумой и что-то типа думали, что у них что-то получится. Для начала скажу, что этот архетип, по крайней мере его вот это активное навязывание, мне очень сильно напоминает какого-нибудь там релик ДХ. Для ДХ, как только ввели реликвии, они стали крайне неиграбельными, то есть никто особо не понял, в чем фишка реликвии, потому что этот архетип, который они навязали, да, он вместе с синергиями трех карт и области был слишком далек от того, что из себя класс представлял до введения этих реликвий, да. И для того, чтобы релик ДХ заиграл, понадобилось выпустить не один патч и, естественно, перелопатить не одну карту у ДХ. Думаю, что с ДК и картами чумы будет примерно то же самое. Посох Примаса это хороший движок, который позволит вам сразу же разменять начальные дропы, начать замешивать эти карты чумы и ставить оппонента в не самую лучшую позицию. Но, опять же, мне вот не нравится механика, которая замешивает карты в колоду оппонента, потому что ты никогда не знаешь, когда он эти карты вытянет. Если тебе повезет, он вытянет их там сразу же, да, или в какой-нибудь тайминг подходящий, а если не повезет, они просто замешаются ему на дно и ты ничего, в общем-то, с них и не получишь. Задумка интересная, сейчас бы не усмотреть на большее количество карт с синергиями вот этой вот чумы. Но, все-таки, пока выглядит, ну, так. Следующая карта это на дно с кораблем. Это новое редкое заклинание тьмы на ДК. Имеет, кстати говоря, руну льда и нечестивости. Наносит три единицы урона существу. Если оно погибает, замешивает две случайные карты чумы в колоду противника. Ну, вы понимаете, да, что карты чумы это все то же самое. Кровавая, лезнящая или нечестивая. Три урона за две маны это, в принципе, нормально. Спасибо, что в лицо не летит, а если вы убиваете, так еще и целых две карты чумы замешивает. А, кстати, уточняющие такие, да, моменты по картам чумы. Кровавая чума, в принципе, подстать кровавому ДК, да. Вы всегда каким-то образом хилитесь там благодаря подавляющему большинству карт. Поэтому они здесь решили две единицы урона наносить и хилить вас. Нечестивая чума призывает нежить 2-2, что тоже, в принципе, довольно сигнатурно для любых колод на нечестивости. Ведь все-таки, вы понимаете, да, нечестивая ДК как-то вокруг стола играет. Ну, а леденящая чума, которая повышает стоимость карт вашего оппонента, я думаю, они выбрали именно этот эффект просто потому, что замораживать случайное существо было бы слишком имбово, либо иногда даже бесполезно. Поэтому даже леденящая чума против каких-нибудь контроль колод или вообще, ну, в любом матчапе повысить стоимость следующей карты, которую доберет ваш оппонент, как-то сыграть на его моностоимости, на моностоимости его карты всегда приятно. Поэтому все карты чумы, я считаю, в принципе, прикольные и имеют место быть. Но вот сам факт того, что вы можете ни разу не дать оппоненту их добрать, вот это меня немножко расстраивает. Возможно, это как раз-таки для баланса сделано. Следующая карта на ДК это Обледенение. Это новое заклинание льда за 2 маны с одной руной и льда. Оба игрока берут по 2 карты, и ваш противник не может разыграть их на следующем ходу. Вот Обледенение это демонстрация того, насколько ДК сейчас превосходит все остальные классы, если мы будем смотреть, что ему там добавляют, да. У мага есть ровно такая же карта. Да, у нее нет ограничений по рунам. Да, она относится не ко льду, а к, насколько я помню, Тайной магии, где тоже оба игрока берут по 2 карты. Но на этом как бы все, вы просто берете по 2 карты. Здесь же вы берете по 2 карты, и ваш оппонент просто не может их сыграть на следующем ходу. Что может быть ключевым моментом при игре на каком-нибудь Фрост ДК, которого будет не хватать добора. Вы Обледенение раскапываете с какого-нибудь Визера, там, либо с двойки, которая копает карты, со льдом. Добираете 2 карты. Вам эти 2 карты очень важны, потому что у вас, скорее всего, пустая рука, и вам по-хорошему как можно быстрее нужно найти ресурсы, чтобы добить вашего оппонента. Ну, а ваш оппонент, он, да, получает тоже 2 карты, что тоже приятно, но на следующем ходу он их не разыграет. Поэтому, если там будет какой-нибудь геймченджер, да, то он ничего по сути не сделает. И все, что, как бы, все, что вы захотите сделать, вы реализуете, если у вашего оппонента до этого момента, до розыгрыша Обледенения не было ответа. Поэтому я считаю, это очень сильные карты, и 100% с раскопки будет работать только так. Во всех архетипах, кстати говоря, да. Следующая карта, это Северная навигация. Это новое обычное заклинание льда на ДК за 2 маны с одной руны льда. Вы раскапываете заклинание из своей колоды. Если это заклинание льда, оно замораживает случайное существо противника. Продолжаем каким-то образом качать Фрост ДК, но на данный момент Северная навигация меня вообще не впечатлила, потому что она здесь больше как-то, знаете, уводит Фрост ДК в стезя какой-то контроль колоды. Но мы это с вами понимаем, что Фрост ДК, это даже после нерфов, колода довольно-таки темповая, довольно агрессивная. И подобные заклинания туда просто не зайдут, потому что у вас не будет времени. Но если вы Северную навигацию будете раскапывать, это уже другое дело. Но опять же, все очень ситуативно. Я думаю, что кроме Северной навигации можно найти куда больше заклинаний льда и вообще карт с руны льда, которые вам помогут лучше развить свой геймплей. Но если аутов не будет, то Северная навигация с удовольствием вам поможет на следующий ход раскопать какую-нибудь там семерку, какую-нибудь там тройку, если вы играете вариации с Леди Смертный Шопот, да? Или какую-нибудь там, не знаю, раскопку. Хорошая карта, но только с раскопкой. Следующая карта это Терзаемый Квалдир. Это новая нежить за две маны 3-2 эпическая с двумя рунами нечестивости. Предсмертный хрип замешивает две случайные карты чумы в колоду противника. Ну, я думаю, что здесь две руны нечестивости находятся исключительно из-за того, что есть много синергии с предсмертными хрипами. Можно кучу раз использовать этот хрип, и эта карта не просто будет две маны 3-2, что, в принципе, для статов не очень сильно, да? Агрессивная стата, но ее легко убрать со стола. Здесь, я думаю, Терзаемый Квалдир имеет такую стоимость, да? Я имею в виду по пыли, да, эпическая. И столько рун, просто потому что вы можете выставить Квалдира, кинуть какую-нибудь там Йодль, да, на нее два раза активировать хрип, потом еще что-нибудь там, какой-нибудь мертвый эфирью зануть. И тем самым вместо двух случайных карт чумы в колоду противника вы замешаете там до 6-7-8 штук. То есть, ну, в принципе, сильно. Колода нечестивого ДК в новом дополнении с вот этим вот новым архетипом будет, как по мне, ну, делать очень медленные первые шаги, потому что уже существуют очень хорошие устоявшиеся сильные карты и колоды ДК, например, Блад ДК. Ну, я думаю, что вы все знакомы с всеми архетипами ДК, потому что он сейчас является одним из самых стабильных вообще архетипов и колод и классов, да, которые могут играть Ладри и помогать вам аппаться. И введение такого нового, совершенно нового архетипа, предпосылок к которому не было, могут сделать геймплей на новом архетипе очень тяжелым. Потому что, ну, к такому мы не привыкли, в принципе, в таком мы не нуждаемся, потому что и сейчас даже ДК на нечестивости играет просто замечательно, и никакие ему карты чумы, как бы, и не нужны были. Следующая карта это Панигерист, это новая нежить 3 маны 3-3 обычная, боевой клич расходует 3 трупа и наносит 3 единицы урона, ковка, вместо этого вы получаете трупы. Панигерист это, как вы видите, карта нежити на ДК, которую можно положить вообще в любую ДК, и за счет ковки, если вы потратите на нее 2 дополнительных маны, да, вы не только нанесете 3 единицы урона, но и получите 3 трупа. Если же вы не будете тратить лишнюю ману, то вы просто потратите 3 трупа, чтобы нанести 3 единицы урона куда угодно. Я считаю, что Панигерист это очень хорошая карта, она может зайти вообще в любого ДК, если вы будете играть на ДК на нечестивости, который играет Големов, который становится дешевле с каждым следующим потраченным трупом, то Панигерист шикарно зайдет. Если вы вообще будете каким-то образом ролять эту нежить себе в руку, то тоже, в принципе, неплохо. Ковка хорошая, может как дать трупы, так и отнять. Меня все устраивает, супер средняя хорошая карта. Следующая карта это предатели склепа, это новое редкое 4 маны 4.3 существо, кстати говоря, не нежить, заметьте. Имеет руны льда и нечестивости, что тоже немножко нестандартно, потому что обычно добавляют либо фул одинаковые руны, либо там ни одной, да. Боевой клич уничтожает карту чумы в колоде противника и наносит 3 единицы урона существам противника. Хорошая зачистка, которая отлично синергирует с картами чумы, без надобности их оттуда доставать, то есть вы просто берете. Если там есть карта чумы, работает, срабатывает. Все больше и больше мне эти карты чумы напоминают, знаете, карты на Лока и ДХ, которые добавили там вот эти осколки душ с некраситетом. Все больше мне это напоминает, кстати говоря, из Рунтеры эти, как их, господи, грибы Тима, да, да. Здесь уже отсылки о Рунтере, боже, что происходит. Предатели склепа это хорошая зачистка, которая синергирует с новой механикой. Очень меня удивляет тот факт, что если вы захотите очень сильно играть на новом архетипе с чумой, то близзы вам просто не позволят собрать фулл фрост или фулл нечистивость, да, фулл анхолли колоду. Не знаю, с чем это связано, возможно, они там потестили и слишком как-то сильно показалось. Но предатели склепа это хорошая карта с плохими статами, но с отличным эффектом, который добавит дополнительную возможность зачистить стол, если вы будете играть на новых картах чумы. Теперь же карта это Хелия, это новая легендарка, это хранитель ДК в новом допе, 4 маны, 4-4 с одной руной нечистивости, боевой клич замешивает в колоду противника все три карты чумы. Карта чумы, которую противник берет в этом матче, действует бесконечно. Как она работает, если честно? Что за хрень? Ааа, окей. О боже мой, господи, что они сделали? Я только что зашел на Reddit прочитать вообще, что карта делает, по факту, да, потому что я немножко не понял, в чем прикол. Карта чумы, которую противник берет в этом матче, действует бесконечно. Короче, ребята, смотрите, после того, как вы Хелию разыграете, если это не аура, а судя по всему, наверное, это не аура, хотя хотелось бы, чтобы это была аура, потому что иначе эффект, ну, слишком сломанный. Карты чумы будут активироваться, вот представьте, да, вы добираете кровавую чуму, получаете 2 урона и ваш противник Хельсона 2, и после этого кровавая чума замешивается обратно вам в колоду. Пока вы не разыграете какого-нибудь стим-клинера, да, то есть парового уборщика, вы никаким образом не избавитесь от этой чумы и всегда будете хавать этот дэмэдж, призывать там ему на стол существ и повышать стоимость своих карт в колоде. Келия меня впечатлила, то есть вот этот эффект, я бы сказал, ну, подходит под эффект хранителя, потому что хранители должны быть сильными, не такими сильными, как титаны, но все же. Слушайте, впечатляет карта, статы замечательные, выходит рано, навязывает темп, активизирует, да, свой невероятный эффект, который поможет вам, ну, получить бесконечный движок для карт чумы, там уже остается, знаете, не сдохнуть раньше времени, потому что, поверьте, время будет работать исключительно на вас. Видим первый движок после Александра Магрейна для Блад ДК, для другого архетипа ДК, который, собственно, работает на картах чумы. Слушайте, я впечатлен, я честно впечатлен, не знаю пока что еще в каком смысле, но я уже вижу в своей башке, как контроль присты тупо страдают. Интересная карта, интересный эффект, мне нравится, мне нравится. Итак, переходим к общим картам и начнем с древнего тотема. 0 маны, 0,3, обычная карта, абсолютно без эффекта, просто древний тотем, 0 маны, 0,3, хорошо. Следующая карта это демонтаж бот, это 1 маны, 1,2 обычка, нейтралка, боевый клич, вы получаете искра бота 1,1. С магнетизмом и случайным бонусным эффектом. Собственно, смотрите, какие бонусные эффекты может дать искра бот? Божественный щит, провокация, натиск, неистость ветра, похищение жизни, перерождение, яд и маскировка. Рывок этот самый бот с магнетизмом дать вам не может, потому что рывок запрещен, только для ДК разрешен. Демонтаж бот отличная карта, самый гибкий вообще, мне кажется, эффект магнетизма у него будет, потому что вы всегда будете получать случайный эффект этого искра бота маленького, но этот искра бота стоит 1 маны и всегда имеет статы 1,1, и за 1 ману вы можете любому вашему механизму на стол дать любое ключевое слово. Что я считаю просто замечательным, демонтаж бот суперский, я с удовольствием буду использовать его во всех там последующих механизм колодах, потому что, ну, этот эффект дает вам очень много дополнительного разнообразия с магнетизмами и эффектами на столе. Следующая карта это победоносный врайкул, это 1 мана 1,2 обычка, когда это существо атакует, вы получаете валькиру 2,3 за стоимостью 1 единица маны. Очень сильная карта для агрессивных колод, если вы сразу его не законтролите, то вы, ну, просто на халяву дадите вашему оппоненту 2,3 существа за 1 ману, причем она, если что, еще победоносная валькира является нежитью, и дальнейшие синергии, я думаю, вам понятны, то есть там синергии могут быть с деком, с визером, да, то есть там очень всего много, я считаю, что победоносный врайкул это просто замечательный 1 дроп, ну, и с учетом того, что это общая нейтральная, да, вот эта карта, так еще и обычная, и будет она у всех, это супер карта для бюджетников и для любой агрессивной деки. Следующая карта это загробник огня, это 2 маны 2,3 обычный нейтральный элементарь, когда вы призываете элементаля, он получает плюс 1, плюс 1. Хороший дополнительный движок для колод на элементалях, но есть вопрос насчет того, какие колоды будут играть на элементалях, если так сильно продвигают механизмы. На этот вопрос я вам пока что ответить не могу, потому что элементарей показали не так уж и много, поэтому оставим эту карту на потом. Следующая карта это небесный проекционист, это нейтралка 2 маны 3,2 редкая, боевой клич, выберите ваше существо, выкладываете в руку его временную копию. По поводу временной копии, я думаю, вы понимаете, как этот эффект работает, эффект работает так же, как и эхо, если вы временную копию разыграете не на ходу, на котором вы получили эту копию, да, то она пропадет и эффект, считайте, не сработавшим. В принципе, прикольно, хорошая карта, эффект там они как-то вот, знаете, немножко подделали, то есть это не золо горгона, но более такой агрессивный типок, который еще и дает вам на время копию. Дополнительный штраф, заставляющий вас моментально разыграть копию, которую вы только что сделали, в угоду более агрессивных и кайфовых статов. В принципе, неплохо для нейтралки. Следующая карта это Звездный Дракончик, это новый дракон, 3 маны, 4-3 редкий нейтральный, боевый клич, вы получаете случайную карту из вашей стартовой руки. Очень напоминает мне, ой, что-то он мне напоминает, какая-то, короче, легендарка была, которая с начальной рукой играла, снова вам давала из очень давнего дополнения, я вам честно уже не скажу. Но Дракончик хайповый, мне нравится тот факт, что его можно будет раскопать на халяву, получить, если вы будете играть на колодах синергии драконов, и он всегда дает дополнительные ресурсы, и плюс статы имеет довольно-таки хорошее агрессивное, хайпово. Следующая карта это Неутомимый Ворк, это 3 маны, 2-4, Зверь нейтральный, обычный, натиск полностью восстанавливает здоровье, когда атакует и убивает другое существо. Супер замечательная карта для хантов, со синергиями зверей. Также Ворк отлично зайдет в любую колоду, которая сможет забафать его, и у вас получится такой вот бесконечный движок, который будет на столе чистить любое существо, и потом вхилиться на фул, тем самым нивелируя демэж, который он получает от трейда, да, если он будет не смертельный. Очень хорошая, сильная карта зверя, которая наверняка найдет свое применение. Ну, натиск, это прям еще лучше делать эту карту. Следующая карта это Прожорливый Кракен, это 3 маны, 2-5, обычный зверь, нейтральный, естественно. Боевый клей еще уничтожает ваше существо, предсмертный хрип призывает его копию. Ну, это такой, чтобы вы понимали, слизень из Кобальтов и Катакомб, который возвращается в новой обертке, стоит куда меньше, кстати говоря, и, ну, очень мне интересно, как этот Прожорливый Кракен будет реализован в каком-нибудь Чернокнижнике, наверное, который может отлично работать с хрипами, либо в ДК. Ну, у ДК и так дофига огромное поле для теста, да, а у Чернокнижников не так уж и много, поэтому мне в Чернокнижнике будет поинтереснее увидеть, как будет себя вести Кракен. Ну, в остальном отлично, можно будет много синергии прикольных с ним проделывать, вызывать, ну, пытаться возродить Куба Лока, да, например, с Кракеном, будет Кракен Лок теперь. В остальном статы меня устраивают, все меня устраивает, сильная карта, с которой можно будет поэкспериментировать. Следующая карта это Трок Изгнанник, это нейтралка 3 маны, 4-4, обычная, натиск БВ Клич наносит 4 десурона вашему герою. Отличная агрессивная карта с агрессивными статами, с хорошим сильным штрафом, но, как бы, за счет этого штрафа вы получаете отличный дроп с натиском, со статами 4-4 за 3, и, в принципе, иногда вам 4 единицы урона по своему лицу, не жалко ради такого трога и отдать. Отличная карта, думаю, что может вполне себе найти свою игру. Ну, и как рандомная генерация с какой-нибудь там эволюцией будет тоже очень крутым. Следующая карта это Величественная Нубисад, 4 маны, 7-7, нейтралка обычная, провокация, не может атаковать. 4 маны, 7-7 статы сильные, тот факт, что он не может атаковать и имеет провокацию, в принципе, тоже прикольно. Думаю, что с рандомной генерацией будет крутым, ну, а на арене я их не рассматриваю, фиг с ним. Хорошая карта, с рандома будет прикольно его увидеть. Следующая карта это Злобная Адская Гончая, 4 маны, 2-5, редкая нейтралка, натиск, получает плюс 4 к атаке на вашем ходу. Зверь. То есть, по сути, вы на вашем ходу имеете стата 4 маны, 6-5 натиск, у нее нет сплэша, хотя она вроде, ну, типа у нее 3 головы. Мы привыкли, что когда 3 головы, да, у существа, то оно сплэшом бьет. Или это мне другая гончая как-то уже запала, да. Ну, тем не менее, 4 маны, 6-5 натиск, это очень сильно для нейтралки, так еще и зверя. Да, когда будет ход вашего оппонента, это будет 4 маны, 2-5, но это не отменяет его факт, что у вас будет просто офигенное преимущество для трейда, да, при розыгрыше этой карты. Сильно и хорошо сбалансировано, потому что это нейтралка. Если бы эта карта была классовой, я думаю, что у нее бы просто были статы 4 маны, 6-5. Следующая карта это Руноусиленный Голем, это новая нейтралка, редкая 4 маны, 4-4, боевый клич, вы раскапываете оружие любого класса. Отличная нейтральная карта, которая ломает завесу тайных, так сказать, да, ломает ограничения использования оружия для классов. Теперь любой класс может играть любым оружием, и, в принципе, я думаю, что так давно должно было быть, потому что, когда вот были ограничения на использование оружия только определенными классами, типа воина, паладина и разбойницы, чувствовалась какая-то несправедливость. Теперь, собственно, благодаря этому Руноусиленному Голему, справедливость восторжествует. Но сам факт заключается в том, что никто не захочет поиграть, поэтому фиг с ним. Саранитовый Талвир, 4 маны, 3-5, обычная нейтралка. Провокация, когда вы, когда это существо атакуют, вы берете карту. Неплохо, 4 маны, 3-5 провокация, которая вам всегда дает одну карту, если никто не будет тратить на нее спелы ремувалы. Сильно? На арене, думаю, тоже мощно. Следующая карта это замаскированный ктир, 5 маны, 3-3, нейтральная, редкая карта. Находясь в руке, каждый ход превращается в случайную карту из колоды противника. Знаете, это отличный такой, типа, хамелеон, да, который дает вам инфу по колоде оппонента, но по факту ничего кроме этого. Использовать на арене можно будет, чтобы понимать, против чего вы, как бы, играете. Статы, конечно, говно, но вы понимаете, да, что он всегда будет превращаться в случайную карту из колоды противника и нам на статы начхать. Так как тут написано случайную карту, я подозреваю, что он будет превращаться еще и в заклинание, в какие-то замешанные карты и в оружие, поэтому тут пофиг. Но сам факт такой гибкой карты, например, в той же арене, не может не радовать. В принципе, сильная карта на арене, в констрактах вряд ли будут играть. Следующая карта это машинист поезда, я думаю, что, ну, у него лишь одна цель. 5 маны, 4-4, обычка, механизм, и вы клич, вы берете механизм, следующий механизм, который вы разыграете, будет стоить на 2 единицы маны меньше. В принципе, хорошая карта, которая синергируется механизмами, не факт, что он будет играться, конечно, но окей. Мы как будто поверим, что он крутой и сможет что-то там сделать, если вы положите его в колоду. Хотя класть мы его, естественно, не будем, а лутать лишь с рандом-генерацией. Следующая и предпоследняя карта это штормовой великан. Это новая эпическая карта, 8 маны, 8-8, провокация, ковка стоит на 2 единицы маны меньше, может получать эффект ковки многократно. Что значит его эффект? Вы можете этого штормового великана ковать хоть до 0 маны. Тратите 2 маны, он становится 6, тратите 2 маны, он становится 4, и т.д. и т.п. Не, выглядит мощно, потому что он для каких-нибудь контроль-колод станет дополнительной возможностью вместо использования силы героя удешевить его. И затем выставить за 0 маны 8-8 ту же такую с провокацией, а может даже 2. То не может не радовать. Позволяет иметь какие-то промежуточные ходы, которых раньше не было. Насколько сильно получится распространить этого штормого великана, я, естественно, не знаю. Но, как таковая карта с эффектом ковки уникальным, да, я думаю, что мы могли такого ожидать с бесконечной ковкой, да, прикол. И получили сильно. И последняя карта, на которую мы с вами сегодня посмотрим, это Калагардн, это нейтральная легендарка 8 маны 6-10. Натиск, когда это существо атакует другое, вы кладете его в руку. При смертных риф вы возвращаете попавших в руку существ в руку противника. То есть, вы выставляете эту жирнейшую тушу 8 маны 6-10, атакуете. Кладете в руку то, что вы атаковали. Атаковали, существо, которое вы атаковали, да. В принципе, если вы не успеете разыграть этих существ и Калагарна уберут, то всех существ, которых вы убьете, вы вернете в руку оппонента. Пока у меня нет ни единой мысли, как можно хитро забудить Калагарна. Можно, наверное, из него темпа милдеку сделать, да. Вы выставляете его задешево, используете его какой-нибудь там, да, активатор предсмертного хрипа до его смерти. Замешиваете, там, да, карты в кладу оппонента, точнее в кладу, а в руку. И от этого пляшете, но это какой-то бред сивой кобылы, я сейчас вам высорвал. Поэтому скажу, что Калагарна это филер, и он станет самой мощной картой нового дополнения. Что ж, ребят, ну а на этом очередная часть обзора карт нового дополнения Титаны подходит к концу. Сегодня карт было достаточно много, поэтому я думаю, что обсудить будет что в комментариях. Вроде как в этот раз я не сильно обсирался с описанием и эффектом карты, как в прошлой. Но если вдруг я где-то ошибся или где-то вы со мной не согласны, то обязательно делитесь в комментариях. Я их читаю и иногда хихикую. Ну а за микрофоном был Плагиат, огромное вам спасибо за просмотр. И увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике. Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До следующего обзора, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин